Оренбург Культурный Подобного жанра Первой премьерой стала «Косатка» по пьесе Алексея Толстого Произведение было впервые опубликовано в 1916 году Тогда же была представлена и первая постановка в Московском драматическом театре Через сто с лишним лет «Косатку» все так же можно увидеть на сцене Недавно этот материал был представлен на сцене Уфимского и Самарского академических театров Свою версию представил и Ревкат Исрафилов Хорошо Ты меня бросишь? Да, прошу А зачем тебе что-то я повезла? То есть как зачем? Как это не лепо на вопрос? То есть если ты не едешь, значит не расстанется? Ну это же совершенно не лепо Мы уже любим друг друга Пожалуйста, посмотри на меня такими голосами Немного сталкивающий на первый взгляд Но добрая душа и не пьет За это я ручаюсь Режиссер отметил, что эта пьеса прежде всего о любви Главная героиня «Косатка» или проще Мария Косарева Живет вместе с князем Бельским в Петербурге Герои ведут праздный образ жизни Пока князь не получает письмо от своей тетки из деревни Где та приглашает его погостить Он решается на поездку Косатка, конечно, едет с ним И то, что происходит дальше, меняет жизнь каждого героя Золотую медалью Браво! Ей-богу, я вас видала Мария У тебя плохая, знительная память Репутационный процесс длился около четырех месяцев Поэтому это очень кропотливый процесс И потихоньку, шаг за шагом, репетиция за репетицией Мы углублялись, понимали Очень близко познакомилась с этой героиней Она очень сильная женщина Очень устремленная Она знает, чего она хочет И добивается этого любыми путями Здесь мне было немножечко сложно Свою героиню принять, понять, впустить в себя и полюбить Я больше ничего не хочу Я счастлив Чего вы смеетесь? Вижу, что очень любите вашу невесту Пацаны, с этой самой минуты Ни разу даже не позволю себе подумать Ни об одной женщине, кроме Раисы И умер-то, умер-то он необыкновенно Ночью вывел племенного жеребца из конюшки Засвистал пронзительно и поскакал Куда в ладах глядят, проскакал, слышишь, здесь мертв Ты ринулся с обрыва в Волгу Рады твоя, что случилось со мной Пусть оттуда любишься, зуберная Глядца радостна, молодой хочу Иди, счастье я, молодой поры Вынимай, как судьбы Параллельно с подготовкой спектакля «Косатка» В театре шли репетиции спектакля «Лодочник» По одноименной пьесе Анны Яблонской Я пишу тебе письмо в свою тетрадь И поставляю многоточие в конце И шагу, как она только не ложится спать И я ищу твое лицо в своем лице Я смотрел спектакль «Ешь королы» Мне очень понравилась сама тема, затронутая в этой пьесе Я прочел и решил, что в нашем театре Если будет материал такого рода, это будет очень интересно Мы начали где-то весной, потом на лето ушли в отпуск И вот продолжаем Какой бы ты материал ни взял Ты никогда не знаешь, что ждет, какая судьба ждет этот спектакль Поэтому неважно, современная драматургия или классика Тут уж, как говорится, пан или пропал Та боль, та трагедия, где-то, может быть, наоборот, счастье Которое рассматривается в этой пьесе И которую пытаются реализовать актеры посредством своих работ Если зритель это почувствует, то, я думаю, равнодушным спектакль не должен оставить никого Необычная история в двух действиях Так обозначен новый спектакль в афише театра Если коротко и без спойлеров, зрители ждет встреча с необычными героями и обстоятельствами Здесь есть место потустороннему, чудесному, ну и без любви никуда Так что точно есть на что посмотреть Это же невозможно Как может в нашей жизни существовать такой персонаж, как женщина с косой Как могут деревья разговаривать Это, наверное, самое сложное в работе Передать эту атмосферу И так, чтобы это было не совсем уж сказочно И в то же время про нашу жизнь Пытаемся найти музыкальное какое-то решение Найти пластическое решение в спектакле Погрузиться в эту атмосферу И попробовать почувствовать эти предлагаемые обстоятельства Через артистов Господи! Ты! Я не господь Я стол Нет! Столбы не умеют разговаривать Сторожа как будто умеют Прости меня! Господи! Стань не богохульствуй Сначала по матушке мне А потом Господи, прости! Мой персонаж, он не близок Тем, что он В какой-то момент Начинает менять свою жизнь Допустим, у меня тоже так было В какой-то степени Потерял себя И потом вот этот поиск и заново Вот это возрождение себя И этому персонажу тоже Какой-то В результате Одной небольшой ошибки Или глупости Или ерунды Которую он совершил 15 лет назад Он просто поменял свою жизнь Бог создал его Как в пьесе говорится Писателем То есть дал ему любовь Большую А он это все взял Профукал Из-за ерунды И цепочка событий Которая ему Я так думаю Была предначертана Богом Изменилась Совсем в другую сторону Она упустилась До самого Днища Но спустя 15 лет Ему дала Далась эта возможность Опять же я думаю Свышить Изменить что-то Сможет ли он сделать Или не сможет сделать Но самым сложным Это было Найти Идентичность Какую-то Чтобы Не в чистом виде Я Мне кажется Я бы это Наверное не смог сделать Я вот боялся Что Я не знаю Со мной так вот случится Я даже не знаю Как бы я поступил Мне кажется Я бы наверное Не смог это пройти Я Не только как персонаж Я не играю кого-то Тут по-любому Существуют все мои мысли Мои желания Мои чувства Она еще не умерла Не обязательно умирать Чтобы умереть Ей не хочется назад Откуда вы Знаете что Запомни Те кто садятся в твое лунство Правда Не возвращаются Они просто не хотят Неправда Неправда Иосиф хотел Иосиф Он мне день не предлагал Ближе к Новому году В театре вновь премьера Это будет спектакль для детей Сказка Алиса в стране чудес А после Уже весной Зрители ждет Еще одна постановка От Александра Федорова Спектакль За двумя зайцами Примечательно Что в нем Будут задействованы Выпускники Актерского факультета Оренбургского института искусств Имени Леопольда И Мстислава Ростроповичей 163-й театральный сезон Отметится и тем Что вернет на сцену Драматического театра Спектакль Капитанская дочка Многие обращаются Там почему У нас сейчас Нет в репертуаре Капитанской дочки Ну я говорю Ну Немножко перерыв Получается Но Думаю Что В этом сезоне Постараемся Осуществить Эту постановку Замечательно Конечно Уже Достаточно много Времени прошло Естественно Будет много изменений Пока неизвестно Будет ли Восстановлена Старая постановка Или нас ждет Что-то новое Имена актеров Которым достанутся Главные роли Тоже в секрете Однако Ждать капитанскую дочку Точно стоит И скорее всего Ближе к весне Кстати Помимо новых постановок В репертуаре Драматического театра Более 20 спектаклей Для детей И для взрослых Так что Каждый наверняка Найдет что-нибудь Для себя Так что Следите за афишей Ходите на спектакли И смотрите Оренбург Культурный проект В котором мы рассказываем вам Об интересных событиях Из жизни нашего города Субтитры создавал DimaTorzok